Ты должен знать, что тебя может сейчас твой мозг соблазнить. В этом смысле он искуситель. Он говорит, ну вот как, например, человек садится на диету, да, и мозг становится его искусителем. То есть он приходит попить кофе, стоит у прилавка, и его мозг говорит, ну вот один тортик, ну маленький такой, ну совсем чуть-чуть, ну вот это. Ну вот совсем малость, он искушает. И человек говорит, мне этот тортик. Он говорит, не, мы только целиком передаем кусочками. И ты уже сдался. Ты сожрешь весь этот торт, а потом будешь мучиться чувством вины. Мы должны понимать, что наш мозг играет с нами в очень сложную такую игру. Она многоходовая. То, что с одной стороны, ему, конечно, хочется, чтобы у нас все было с супервеком хорошо. Поэтому он делает нас внутренне жадными до важных в жизни вещей. Денег, отношений, страсти и так далее. Но с другой стороны, он очень экономный. Всякий раз, когда вы получаете какое-то предложение большое, он зайдет к вам с искушением разменять его на медики. Поэтому знание о том, что тебя будут соблазнять, это супер важно.